Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваше утро» в студии Дмитрия Павлов. Начинаем эти выходные с яркого праздничного события, которое проходит в нашем городе. Впервые в Самарском государственном цирке заслуженный артист России Гея Радзе представляет новое грандиозное цирковое шоу «Песчаная сказка». Незабываемое зрелище, цирковой спектакль с единой сюжетной линией, удивительные аттракционы, авторские декорации, эксклюзивные костюмы и главные титулованные артисты Росгосцирка, с которыми мы познакомимся прямо сейчас. И у нас в студии с огромным удовольствием хочу представить этих людей. Ведущая артистка, дрессировщица, воздушная гимнастка исполнится главной роли в шоу «Гея Радзе» в компании «Росгосцирк», «Песчаная сказка» Екатерина Запашина. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий артист, дрессировщик верблюдов, воздушный гимнаст шоу «Гея Радзе» в компании «Росгосцирк», «Песчаная сказка» Константин Растегаев. Здравствуйте! Коверный клоун, исполнитель главной роли в шоу «Гея Радзе» в компании «Росгосцирк», «Песчаная сказка» Константин Растегаев. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем с классики. Друзья мои, традиционный вопрос, впечатление от самарской публики прошла премьера. Как ощущения? Остались те же, которые были впервые на премьере? У нас премьера прошла очень хорошо, и самарская публика, она очень теплая, очень добрые люди. И приятно, что ты выходишь работать, и сразу видно улыбки, лица людей такие счастливые. То есть они открыты очень на эмоции. Это приятно. И для артиста это особенно хорошо, потому что артист вдохновляется эмоциями зрителей. И чем больше зритель дает, тем еще лучше артист работает. Иногда, допустим, попадается такая публика, которая начинает хлопать где-то в середине номера. Кстати, артистов это вообще не отвлекает. Начинает поддерживать, и откуда-то появляются еще силы дополнительные, резервные, и ты начинаешь работать еще лучше, чем даже хотел бы. Вначале мы сказали о том, что это не просто цирковое шоу, это тематический спектакль с единой сюжетной линией. Вот немножко поподробнее давайте об этом поговорим тоже. Константин, давай сейчас с вас начнем. Потому что с вас начинается и действие, по сути. Для меня это тоже была неожиданность, когда в 2018 году на базе московского цирка на проспекте Вернадского создавалось шоу «Песчаная сказка», и режиссерами этого шоу были Евгений Шевцов и Ольга Полторак. И они придумали, и взяв идею у Гии Радзова, он захотел сделать что-то необычное, не отличающее от его стиля фирменного Гии, именно королевский цирк, помпезность. Он хотел сделать нечто иное. И они придумали такую идею, чтобы был общий сюжет. И меня туда записали как главного персонажа, не только как просто клоуна коверного, а именно как актера, который проходит через каждый номер. Для меня это была также такая неожиданность, и такой небольшой стресс, смогу ли я, не смогу. Но уже спустя время, конечно, мы понимаем, что да, действительно у нас это получилось. И это отличие, что у нас дети и взрослые попадают в сказку, и они начинают смотреть сюжет, и им интересно, что же будет дальше, какое будет продолжение по спектаклю. Константин, взгляд изнутри. Вам тоже удается чувствовать ту атмосферу, которую испытывает зритель? Вот это празднество волшебства, либо все профессионально, четко. И вот... Знаете, как идет такое мнение среди артистов? Если артист не волнуется перед номером, значит, он уже не артист, значит, это уже его профессия артиста переросла в ремесло. И тогда надо уходить. Естественно, мы каждый раз перед работой волнуемся, но охота сказать, что мы уже отработали около 20 спектаклей, и каждый раз после того, как заканчивается программа, все скандируют «Молодцы!» и это настолько вдохновляет. Ты стоишь, аж слезы иногда наворочатся, думаешь, ну вот, ты дал им все, что ты хотел, и они тебе в обратное благодарят тебя. Это слаженный коллектив, да, где все номера отточены, когда все происходит одним за одним, и зритель, по сути, окунается в вот эту чарующую атмосферу Востока. Это же, по сути, мировой уровень, то, что вы делаете. Ну, вообще, Георгий Геулич, наш продюсер, это лучший продюсер в России, и те спектакли, и те цирковые коллективы, которые он делает, им, ну, нет равных в России, это без лишней скромности, потому что это человек, который постоянно развивается, он очень любит делать что-то лучше всех, больше всех, выше всех. У него всегда есть какая-то цель сделать так, как никто не делал, и он никогда не скупится, у него нет такого, что вот этого достаточно. Ему никогда не достаточно. Это человек, который все время хочет сделать лучше, чем у него было вчера. И, соответственно, он подбирает таких же артистов, которые хотят вместе с ним шагать, развиваться. Допустим, он чувствует, что человек уже тормозит в развитии, что он не может шагнуть дальше, не может сделать трюки лучше, не может идти вместе с коллективом. Он говорит, давайте вот расстанемся на этом, и я возьму тех, кто будет развиваться. И когда он приезжает, он все время спрашивает, какие трюки вы новые сделали, не потеряли ли вы качество в номере, а давайте мы вам сделаем это, а давайте еще что-то. Вот буквально на днях он приезжал, и, казалось бы, кто видел «Песчаную сказку», это уже целостный спектакль такой, что не к чему докопаться, в принципе, потому что мы постоянно что-то отрабатываем, дорабатываем и держим арку. Он приехал и сказал, мы сделаем еще лучше. И сейчас, на данный момент, у нас идет огромный процесс, чтобы сделать эту «Песчаную сказку» более масштабной, более грандиозной. Это все благодаря тому, что наш продюсер, как бьющееся сердце в этом коллективе, он приезжает и делает только лучше с каждым днем. А вот смотрите, говоря о том, что это не просто цирковый шот, и вот, как вы сами сказали, спектакль, и здесь не только цирковые трюки, но еще важен артистизм, насколько все артисты передают его. На это тоже уделяется особое внимание, потому что передача эмоций, вот это все. Конечно. Опять же, не каждый артист может работать в продюсерском центре Гии Радзе. Он подбирает таких артистов, которые бы умели и отрабатывать актерские, и владеть хореографией, и быть какими-то уникальными в плане трюков. При этом он еще говорит, что люди должны быть очень красивые. Если посмотреть на все его коллективы, то артисты очень красивые. Для него это огромная галочка. Он говорит, что артист должен выходить и вдохновлять фигурой, лицом, внешностью, актерскими данными. И, ну, повторяюсь, да, артисты должны быть самые лучшие. И еще можно добавить, что у нас артисты универсальны. То есть, если каждый номер, который у нас есть в программе, у нас очень массовые номера, был бы задействован артист в одном только номере, то у нас была бы программа 200-300 человек. Потому что у нас одновременно ребята, которые жокеи, они также на сетках. Балет также в воздухе. То есть, также они воздушными гимнастами становятся. То есть, если человек хочет начать развиваться в цирковой сфере, и он просто танцующий человек, то если он попадает в коллектив Гии Радзе, он становится либо воздушным гимнастом. Вот мой пример. Когда я пришел сюда ассистентом, я стал дрессировщиком вирблюдов. Мы с моей женой сделали ремни. То есть, начиная... Если хотите развиваться в цирковой сфере, пожалуйста, коллектив Гии Радзе попадите, и тогда у вас все будет хорошо. Это же относится и к Константину в том числе. Но он вообще уникальный человек. Он поэтому здесь и работает, потому что он уникальный человек в плане артистизма. Он не просто клоун с какими-то репризами, он еще очень хороший актер. И при этом он умеет очень много в цирке жанров показать, отработать, потому что он и в воздух залезет, и жонглировать умеет, и акробатикой владеет, и в воздушный полет спокойно, и на моноцикл сядет. То есть, такой универсальный человек, который, в принципе, и нужный нашему коллективу. Он может все вообще. Ну, я бы хотел спросить об интерактиве, который проводит Константин. Зрители тоже вот интересны. Это вот все по-настоящему, это неподставные. Люди выходят, принимают участие, и так смотрятся, как будто органично и отрепетировано. Нет, конечно, это неподставные люди. Это всегда обычные зрители, которые приходят. Понятно, что я немножко смотрю в зал, и во время представления уже между номерами смотрю, кого бы я взял. И если человек, я к нему подхожу, и он улыбается, открыт душой, конечно, я его тоже вытащу в манеж, потому что он будет раскрепощен, и будет танцевать, и, так скажем, сам от себя там же кайфовать. Поэтому это самая тоже моя любимая реприза, хотя бы она самая энергозатратная, время затратное, но от этих полученных эмоций, от моих партнеров в данной репризе, я получаю огромное удовольствие. Вы знаете, еще один номер, наверное, вы не в первый раз слышите этот вопрос, вот что касается номер с кроватью, он называется «Ремни», да, насколько я понимаю? «Закрывая глаза» у него название. «Закрывая глаза» в восторге, вот эмоции зашкаливают, люди даже плачут от восторга. И как это удается, в чем секрет этого номера? Моя версия, что секрет этого номера в том, что здесь есть составляющая сюжетная, то есть человек, когда приходит смотреть, он погружается в сюжет. Мы рассказываем историю о взаимоотношениях мужчины и женщины, и они бывают очень сложные. Бывают начало, да, романтика, потом какие-то трудности в отношениях, расставание, там, уход и так далее. И мы эту историю как бы телом показываем в манеже. И кто испытывал такие эмоции, вот эту вот Мексику в отношениях, да, те начинают очень, ну, цеплять их, эта история очень сильно начинает. Вы поймите, здесь сложилось все. Если один компонент выбросить, номера этого не будет. это и сами артисты, которые делают невероятные трюки, это и режиссер-постановщик, который поставил этот номер, плюс реквизит, плюс свет и плюс звук. То есть вот все, вот, грубо говоря, вот эти шесть компонентов, они воедино слились, и получилось вот этот вот, ну, на мой взгляд, тоже в российском цирке на данный момент один из лучших самых номеров. Ну, все сошлось, да. Все сошлось, понимаете, вот так бывает, и это очень крайне редко будет. Мне кажется, тут еще очень важно отметить, что мы сами в этом органично, то есть мы это чувствуем, то, что показываем, то чувствуем. Бывает такое, тебе дают какой-то образ, и ты его не чувствуешь, ну, не твое, у тебя в жизни этого не было, ты не понимаешь, как это сыграть, ты не понимаешь, о чем ты рассказываешь людям. У нас с Константином настоящая Мексика в отношениях. Вот, и поэтому мы показываем то, о чем четко понимаем. Вот хочется и сказать, что сейчас цирк более современный, так он работает. Есть продюсер, который примерно понимает, какой режиссер нужен. Режиссеру даются задачи, берутся артисты, и режиссер не ломает человека, а понимая его способности, подстраивается под артистов и делает номер. Вот, допустим, у нас в номере Катя очень артистичная, она очень хорошо играет. Поэтому, когда меня нет с ней, меня свет снимают, потому что я не артистичный, сразу говорю. Свет и свечивают на ней, она отыгрывает, а потом появляюсь я, когда мы в паре. И также этот режиссер дает задание, и музыка пишется под трюк. Вот, если вы заметили, то под каждый трюк написано либо пауза, либо музыка. И вот сейчас вот такой современный цирк, то есть театрализованный, и тогда он попадает в душу человека, и другие эмоции дарят. Даже не трюк уже важен. То есть трюк важен, несомненно, потому что если не будет трюка, не будет и цирка. Но, если это все воедино совместить, то получается мини-номер, мини-спектакль, который человек может прожить. Мини-спектакль, и тоже многие зрители были удивлены, там, фактически без страховки это все происходило. Ну да. Такие жанры не работают со страховкой. Если уже показывать, это показывает по-настоящему. Но если бы была страховка, то не получилось бы динамики. То есть надо было отстегнуться, пристегнуться туда по сюжетности протягивать. То есть получилось бы как трюк, остановка, трюк, остановка. Давайте поговорим не только о ваших номерах, но и о ваших коллегах, что вам тоже вот хочется отметить, может быть, в этой песчаной сказке. Хотя я понимаю, что все единое целое. И выделить, наверное, нельзя, да? Да, мне вот собак хотелось бы отменить. Наверное, потому что Екатерина там тоже присутствует. И он там тоже присутствует. Дело в том, что я как художественный руководитель в этом коллективе, я отвечаю за творчество. И мне приходится смотреть каждый спектакль. Ну как приходится? Я хочу смотреть каждый спектакль нашу. Когда я сама не работаю, я выхожу и смотрю из центрального прохода или с бокового. Она хитрая. И я хочу отметить то, что даже идут там года, да? Там год я вижу этот номер, но я выхожу и получаю огромное удовольствие. Эстетическое. Я иногда просто начинаю в группу писать, ребята, вы такие потрясающие, вы просто восхитительные. Я просто начинаю смотреть, допустим, номер пауков, да? И там такая динамика. Тут танцуют, тут делают трюки, тут на мачтах кто-то поднимается. Потом переходы. Я смотрю, как Костя отыгрывает. Я все это чувствую, и мне это очень нравится. Я своих коллег безумно уважаю и люблю за то, что у них есть огонь, за то, что они горят этим творчеством. И каждый раз, выходя, смотря того же самого Джокера, у нас есть номер на свой настоящей проволоке, у нас работает такой парень в стиле Джокера, и с ним балет. Да они играют так, что я как ребенок, хотя я уже тысячу раз видела этот номер, я стою и хлопаю, потому что мне очень нравится. У нас есть потрясающий номер с бегемотами. Вызывает огромное восхищение. Опять же, я их вижу каждый день, я вижу, как они передо мной вот ходят туда-сюда. И тут, когда включается свет в манеже, начинается музыка, и они выходят, и вроде бы я это видела уже столько раз, у меня так мурашки так-так-так-так-так-так бегут. Это невозможно к этому привыкнуть. Слушайте, мне кажется, мурашки у наших зрителей, которые, слушая ваши рассказы, впечатлены. Осталось только побывать в цирке, но и такая возможность есть. Мы плавно подходим к тому, что радостная новость для самарских зрителей. Я прошу от вас сделать приглашение, сказать о том, что гастроли продлены до 23 апреля, и приглашение зрителей. Да, для нас это тоже некая радость, потому что в Самаре, мы хотим еще Самару посмотреть без снега. Мы надеемся, что мы увидим, потому что Самара действительно очень красивый город, и мы сами очень рады, что по многочисленным просьбам наши гастроли продлены до 23 апреля. Нас это безумно радует. Но они продлены только из-за того, что люди не успевают сходить, и охота сказать, что успеваете сходить, потому что бывает такое, что мы уже уезжаем, а в кассу звонят и спрашивают, а билеты есть, а мы уже уехали. То есть успевайте приобретать билеты, ну и, конечно же, приглашали. Приходите посмотреть «Песчаную сказку». Это грандиозный, красивый спектакль, которым мы очень гордимся, и мы ждем вас в зале. Веселых и счастливых! Спасибо большое, дорогие друзья, и в подтверждение этому мы посмотрим небольшой сюжет, и после этого встретимся снова. Это программа «Ваше утро». Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты Росгосцирка, авторские декорации, эксклюзивные костюмы – все это – песчаная сказка, цирковой спектакль с единой сюжетной линией. Каждый номер – это целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Будь то ловкие акробаты и воздушные гимнасты, парящие под куполом цирка, или искрометная актерская игра, коверного клоуна, или филигранные трюки животных на манеже. Такое многообразие интересных номеров покорило сердца зрителей разных возрастов. Мне понравились собачки, которые крутили карусели. А еще мне понравились лошади, акробаты, которые летали. Очень красивое впечатление, шикарные костюмы. Пришли с детьми очень довольны. На гимнасты, как всегда, на высоте. Очень признательно, благодарно, приходите. Находясь в зрительном зале, самарцы могут совершить путешествие в самое сердце Востока с его неповторимой чарующей атмосферой. На манеж на протяжении всего спектакля выходит более ста человек. Для них дизайнеры сотворили порядка тысячи ярких, блестящих, эксклюзивных образов и костюмов. Конечно же, по традиции, как и во всех шоу королевского цирка Гии Радзе, в песчаной сказке не обошлось без участия животных. Это целый караван верблюдов, три полуторатонных африканских бегемотов, девятнадцать собак, восемь лошадей, обезьяны и павлины. Песчаная сказка в Самаре – это тот случай, когда между зрителем и артистом возникает искра. Самарская публика вообще потрясающая, потому что не то, что я даже по залу с ними хожу и взаимодействую, я вызываю мужчин в манеж, чтобы они со мной танцевали. И вы сами видели, что они выкладываются так же, как и я на все сто процентов. И мне так приятно, что меня зрители поддерживают. Они хлопают, они радуются, говорят, давай, не расстраивайся, все будет классно. Это очень приятно, когда такая отдача от зрителя. По задумке авторов, песчаная сказка создавалась как нечто новое и эксклюзивное. Грандиозная премьера на маниже Самарского цирка состоялась 4 февраля. Зрители встретили шоу с небывалым восторгом и ажиотажем. Поэтому по многочисленным просьбам публики гастроли продлили до 23 апреля. Когда мы создавали этот проект, мы хотели сделать что-то другое, что-то новое, не похожее на все остальные другие наши проекты. Я думаю, что это совершенно тот именно синтез, когда все удалось. Удалось то, что и номера наши, и есть сюжетная линия в этом спектакле. Это именно спектакль. Наконец-то песчаная сказка уже в Самаре. И в связи с тем, что очень большой ажиотаж нашел, то, что меня очень радует, мы приняли решение остаться у вас до 23 апреля. Специально для Самары, для гостей этого замечательного цирка. Несмотря на то, что гастроли артистов королевского цирка Геи Радзе в российской государственной цирковой компании в Самаре продлины, желающим окружаться в сказку с восточным флоритом стоит поторопиться. Билеты активно раскупаются. Приобрести их можно в кассе или на сайте цирка. Весна набирает свои обороты, дорогие друзья. Сегодня будет много интересной, полезной информации. Впрочем, убедиться в этом можно прямо сейчас. Да, Маша? Да, и мы узнаем не только много полезного, но и зарядимся хорошим настроением. Поэтому хотим присоединиться к нашим гостям. Это Лилия Балашова, практикующий психолог. Лилия, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что нас больше всего беспокоит. Смотрите, мы выходим из периода зимнего такие грустные, расстроенные, уставшие. Но ведь весна. Как нужно себя вести? Может быть, какие-то практики делать? Что нужно для хорошего настроения весной? Подскажите. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вы пригласили меня в студию. Мне очень приятно к вам приходить. Потому что я считаю, что я как психолог могу именно с помощью вас помогать людям, говорить, как важно иметь и психообразование на таком уровне, но и, конечно, и про психогигиену. Потому что мы все занимаемся гигиеной своего тела, там, зубной пол, ну, за ртом следим, да, но при этом забываем о том, что вообще нужно еще ухаживать за своим психическим здоровьем и психикой. Конечно, есть причина, почему мы себя так чувствуем, особенно в конце зимы, когда уже терпение становится на исходе. Первое, это, конечно, наши циркадные ритмы, потому что у нас мало солнца зимой, к сожалению, да, вот, и короткий день световой. Второе, уже к концу зимы количество витаминов и микроэлементов становится мало в нашем организме. ну, и третье, вообще наш настрой, потому что мы уже все устали, мы хотим, все праздники закончились, мы хотим весны и лет. Но это причины, не Лилия, а вот действия какие могут быть? Конечно, мы из причин будем с вами действовать, да. Я знаете, как говорит мой, мой глубоко уважаемый коллега, вообще очень важно в этот момент заниматься с вами 5С. Что такое 5С? Очень просто запоминается. Первое, сон, второе, спорт, третье, солнце, четвертое, секс, и пятое, это смех. Ну, тут, наверное, больше мы будем говорить о позитивном настрое на жизнь. Прямо коротко, да, по поводу сна. Я думаю, что очень много информации по поводу психогигиены сна, по поводу того, чтобы ложиться до начала нового дня без гаджетов. Но я считаю, что вот в сегодняшний момент, когда идет такая адаптация между зимой и весной, очень важно это начать, как вы начинаете день. И это очень важно. Почему? Потому что, когда вы встаете утром, классно вставать без будильника. Если у вас есть такая роскошь, это великолепно. И первое, что надо делать, это не надо тянуться рукой к гаджету, вот, к телефону. Лучше остановить себя, лучше включить солнце. Если у вас есть, опять-таки, такая возможность подойти лицом к солнцу, да, там, к окну, если сейчас солнце начнет светить ярко, это будет очень здорово. Если нет, то сейчас есть очень много гаджетов, которые прям дают светотерапию, вы можете светить на лицо. Что происходит? Происходит запуск гормональной цепочки, чтобы вы пробудились, чтобы у вас выделился серотонин, чтобы вы себя прекрасно чувствовали, у вас были силы, энергии и так далее. Вот. Это вот прям очень важно, как начать с утра. Ну, а дальше уже, да, мы переходим с вами на спорт, да, то есть это второе С. И я всегда говорю, у нас сейчас такая жизнь, она полна возможностей, можно заниматься всем, чем вы хотите, но самое главное найти именно свой спорт, да, или физическую нагрузку. Не люблю слово физическая нагрузка, люблю слово физическое удовольствие или мышечное удовольствие, танцы, кёрлинг, горные лыжи, коньки. Ищите свое, что вам нравится. Илья, извини, вот хотел сразу добавить, но мне кажется, вот то, о чем мы сейчас говорим, это не только относится к межсезонию, но и любому времени. Это вообще всегда, но именно вот в этот момент это очень важно. Прогулки на свежем воздухе, не любите бегать, просто гуляйте, то есть вот каждый там три раза в неделю, это уже здорово. Вот как раз хотела, насчет того, что очень важно, расскажите нам, вот есть такое САР понятие, то есть вот это все-таки погодная какая-то, депрессия, переход с зимы в весну. Действительно, есть в международном квалификационном справочнике заболевание, есть такое заболевание, это, скажем так, такой подвид депрессии, сезонное аффективное расстройство. И действительно, есть такие симптомы, усталость, вялость, причем люди наоборот спят, то есть они как будто в спячку впадают. Понятно, нет энергии, нет целеустремленности, не хочется ничего делать, еле-еле, в общем, день закончился, и ладно. И софобия такая появляется, человек не хочет выходить в публику, то есть на такое сохранение энергии. Это действительно, этот САР выявили, да, и как бы определили в 1980 году, то есть вот с этого момента, но сейчас это не выделяется как отдельное, это идет такая подгруппа депрессии, то есть на основании сезона, но не только зимой, иногда бывает даже летом. А можно сказать о том, что вот в таком бытовом понимании, когда говорят весеннее обострение, мы сейчас в какой-то степени об этом тоже говорим, вот этот САР, он имеет к этому отношение? Конечно, он имеет, и здесь очень здорово бы, если бы мы могли себя чувствовать и понимать, что с нами происходит, и не доводиться до САР, ну, да, до сезонного аффективного расстройства. Чувствуете, что у вас настроение не то, чувствуете, что не хватает вам сил, то есть уже вот на этом этапе это вот как раз про психогигиену и профилактику психического здоровья. Можно нам одно упражнение показать, чтобы вот немножко раз и себя стабилизировать сразу в такой момент. но я всегда говорю, что очень здорово, кроме физической нагрузки, которая может быть разной, которая вам приносит удовольствие, не надо делать все, вот как там соседка делает или девочка с инстаграма и так далее. Когда вы утром делаете зарядку, вспомните о своих ушках, да, ушных раковинах. Очень все просто. Тут самый главный секрет не жалеть их, потому что у нас на самом деле находится 170 биологических точек, и наши уши отражают вообще весь организм наш и запускают очень многие процессы там от физиологических до психических. Поэтому я, например, у меня есть такая помощница Алиса, я говорю, Алиса, ставлю таймер 1 или 3 минуты и начинаю очень активно растирать уши, да, то есть вы прям массажируете по всему периметру, делаете движения, и назад, и вверх, и так далее. А еще очень классно, я всегда показываю, но очень простой, я думаю, что вас смотрят люди взрослые, очень классно запускает еще и когнитивные функции, увеличивает внимание, анализ, да, там память и так далее. Это тогда, когда вы перекрещиваете руки, растираете уши и при этом приседаете 10 раз минимум, 10 раз так, 10 раз вот так. Классно, начинает работать с голова и попа. Слушайте, отлично, на этой оптимистичной ноте мы будем идти дальше, огромное спасибо, и как мы говорили вначале, действительно полезная, конструктивная информация, которая поможет настроиться на самый радостный, позитивный лад. Ну, а мы двигаемся дальше и сейчас наша постоянная рубрика о красоте и здоровье. Смотрим вместе с нами. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? А что, отличный вопрос для минус 20. И, кстати, есть масса способов, как согреться самые лютые морозы. Об этом в нашей программе не пропустите. А вам слабо? Вот так прогуляться не спеша, да с удовольствием по снежным дорожкам минус 20, двигаясь уверенно к своей цели. Ныряние в прорубь, дыхательные упражнения, закаливание, работа с разумом. В последнее время мы все чаще и чаще погружаемся в эту тему. Интересуемся и делимся подробностями, а иногда и последствиями собственных экспериментов. Но вот чтобы их не было, лучше посоветоваться с профессионалами. Итак, встречайте, Алексей Мальцев, первый сертифицированный инструктор метода Винхофа в России, проводит практики по дыханию, закаливанию, медитации от разовых занятий до полного погружения в метод. Нам удалось пообщаться с ним и вынести из беседы много интересного и познавательного. Что ж, Алексей, предлагаю поговорить о методе Винхофа. Вы знаете об этом не понаслышке. Поделитесь с нами, пожалуй, своим опытом. Вообще, если кратко, это о дыхании, это мышление, настрой ума и холодное воздействие. Все три составляющих дают огромную пилельку, такую таблетку, которая называется противовоспалительное действие. Выделяется адреналин, противовоспалительный интерулекин 10, который помогает нам снизить иммунный ответ, но в то же время иммунная система, она активна. Вирусы убиваются ли при том, когда в воду погружаешься в ледяную? В совокупности. Как раз дыхание вместе с холодом повышает иммунитет за счет адреналина, за счет выработки противовоспалительного белка и лейкоцитов, которые вырабатываются за счет дыхания. Потому что адреналин провоцирует лейкоцит ТОС. И да, в совокупности вместе с дыханием и с холодом вообще можно забыть о болезнях. То есть никогда не заболеешь. Голландец Милхоф по прозвищу «Ледяной человек» сенсация последних лет. Множество рекордов Гиннеса он заслужил за свои экспериментальные трюки на выносливость. Самое долгое погружение в ледяную ванну. Марафон в Антарктике. Поднялся на Эверест без дополнительного кислорода. А еще ему удалось проплыть подо льдом 66 метров. Настоящие рекорды. Тут не поспоришь. В 19-м году или в 18-м я первый раз увидел с ним фильм. Думаю, это невозможно что-то делать. Но мне зацепило. И как-то так в моей жизни сложилось то, что в 20-м году я поехал к нему на тренинг. Я просто зашел на их сайт, купил эту путевку, она стоит там где-то 2 600 евро. Прилетел туда и 5 дней было погружение. У нас было 100 человек со всей планеты. Вима был один и плюс инструктора. Ну и мы как-то в первый же вечер мы играли джемили, как называется, на гитарах, потом дыхательные практики. И как-то так получилось то, что моя компания 25 человек с группой инструкторов. Мы все время были близко к Виму. И мы пообщались нормально. Нашли общий язык, так сказать. Для начала вообще мы способны залезть в лед при подготовке за один день. Я подготавливаю человека в течение 4 часов дыханием, упражнениями. И мы идем в лед на 2 минуты. Все проходят 2 минуты. Все в нашей голове. Почему происходит то, что там говорят, типа провалишься под лед, там обмороживаешься? Потому что идет стресс. Мы падаем в лед, у нас некоторые рымы вдох. Паника. И только паника. За счет паники все идет не туда. Когда я сдавал на инструктора, был еще один парень, его зовут Визли Уилсон. Он из Канады. И он поставил рекорд, он просидел в кубе с засыпанным льдом 2,5 часа. То есть Вим просидел 1 час 53 минуты, по-моему, а он 2,5 часа. И для чего это все нужно? Чтобы избавиться от стресса, мы ищем комфорт в дискомфорте. Когда мы ищем этот комфорт во льду, когда мы чувствуем, что мы полностью в безопасности и у нас выделяются эндорфины, мы можем это состояние, когда мы находимся во льду, в этом стрессе, это же стресс, огромный стресс-холод, перенести на свою жизнь повседневно. То есть любой стресс, который приходит в нашу жизнь, у нас есть инструменты, как с ним быть. Дыхательные практики в последнее время обретают свою популярность. Для оздоровительного центра нет ничего ценнее, чем внедрять их в свою жизнь и проводить тренировки с пользой для нашего здоровья. Школа здоровья приглашает вас пройти уникальный шестидневный курс по очищению и оздоровлению организма. Сбалансированное питание, комплекс процедур с использованием современного диагностического и оздоровительного оборудования помогут вам повысить иммунитет, очиститься от шлаков и токсинов, сбросить все лишнее и опрести свою лучшую форму. А главное, дышать полной грудью. Самарская область, поселок Красный Миронов, база отдыха Усинская. Телефон 8 800 4 2ки 363. Продолжаем программу «Ваше утро» в студии Дмитрий Павлов и Мария Летвишкова. И, конечно же, весной хочется говорить о красоте. Дим, да, хочется поговорить о красоте. У нас красивые гости у нас в студии телеведущая Татьяна Баконенко. Приветствуем. Добрый привет. Рада вас видеть. Вот говорят так вот, есть такое выражение «Наступила весна, надо готовиться к лету». И чтобы получить быстрый результат, начинаются изнурительные тренировки, строгие диеты. Скажи, это твоя история? Не буду лукавить, отчасти моя. Я думаю об этом много. Не могу сказать, что выполняю все по пунктам диеты, тренировки, но стараюсь. Ну, наверное, в прошлом я трудилась так много, ты помнишь, да, на телевидение попало именно с утренней гимнастикой. Я фитнес-инструктор в прошлом. Это все, наработки, конечно, работают сегодня, сейчас. Без спорта я не могу, диеты, ну, наверное, нет, но иногда ограничиваю себя, конечно, потому что иначе как выглядеть красиво, без этого никуда. То есть, наверное, красота наша стоит на трех китах, да, это здоровый образ жизни, это правильное питание, спорт, сон, ну, и хорошее настроение внутри, это уже зависит от многих других вещей. Ну, вот человек, не сря же говорят, должен быть красивым не только внешне, но и внутри, важно не только физическое, но и психологическое здоровье. Мы с нашим предыдущим гостем об этом поговорили, но, посмотрев эту рубрику, которую наши зрители тоже увидели, и там вот такая вот мощнейшая техника холод, да, вот, ну, экстремально, скажем так. Экстремально, согласна. Тебя это впечатлило, вот, и тебе интереснее такие эксперименты? Безусловно, меня это впечатлило, но вся моя жизнь подтверждает лишь одно. Я ко всему отношусь без фанатизма, но я очень уважаю тех людей, которые действительно могут вот такой себе позволить. Это здорово, это уникальные какие-то люди. если мы говорим про Алексея Мальцева, да, и про метод Винхофф, это, конечно, это такое, наверное, не работа. Кто это? Винхофф, чтобы было понятно нашим зрителям? Винхофф, это ледяной человек, который, у него огромное количество рекордов Гиннесса, он проплыл под водой 66 метров, он поднялся в горы на Эверест, без дополнительного кислорода, просидел в ванной холодной или там в проруби полтора часа. Ну, то есть, это все серьезные нагрузки для организма. Я не знаю, стоит ли это нормальным людям исполнять. Наверное, нет. Вот, потому что это чревато, да, нашими последствиями какими-то не очень приятными. Но, тем не менее, они собирают группы по всему миру, они обучают этих людей. И это здорово. То есть, когда мы находим, вот что самое главное? Самое главное, наверное, это найти гармонию внутри себя. Найти то, что тебе интересно делать, радоваться простым вещам. И если ты стоишь на путь вот здоровья, красоты и подвергаешься каким-то серьезным нагрузкам и методам, ну, это тоже здорово. Но это опять же наш выбор. Я? Нет. Нет. Мне нет. Мне не надо. Мне достаточно горных лыж, вейкбурды летом, тенниса. Хотя я колени ломаю у себя иногда. Ну, не ломаю, вывихиваю, но ничего, потом опять встаю, беру ракетку в руки или так же встаю на вейкборд и нагрузки какие-то выполняю. Без этого, конечно, очень сложно. Что впечатляет тебя? Вот ты общаешься со многими людьми, да, вот снимаешь эти рубрики о красоте, о здоровье. Вот мы поговорили про этого ледяного человека, да, вот немножко интересно было, зацепило. Много таких встреч, которые каким-то образом влияют на тебя, после чего хочется что-то изучать, как-то трансформироваться. Ты знаешь, Дима, я тебя немножко перебью, мне кажется, вообще вот образ, и вообще сама Татьяна Бакуменко это просто образ красоты в Самаре. Татьяну знает все. Спасибо. Да, я сегодня тоже еще раз убедилась в этом. И на самом деле это очень приятно. Я очень рада нести людям красоту, какое-то добро, тепло, любовь. Я считаю, что это самое главное, наверное, в жизни. Вот в наш такой век, да, турбулентности, когда действительно все очень неустойчиво, нужно обрести спокойствие. Да, хочется пристегнуть, вступиться в кресло, пристегнуться на все ремни, но мы должны найти какие-то зацепки, мы должны найти что-то для себя очень важное. Может быть, это семья, для кого-то это дети. Ну, у меня-то, слава богу, их целая куча. И они меня спасают на самом деле. Потом любимая работа, безусловно, любимая работа, какие-то увлечения. Это все нужно. Это нужно не только весной, это нужно в любое время года. И это здорово, если мы находимся в этом, мы можем себе это позволить, мы так живем. Ну, вот эта вот гармония, которая внутри тебя и, конечно, любовь. Ну, без любви очень сложно представить в нашей жизни, потому что она нас двигает, она нас заставляет быть красивыми, что-то делать и даже нырять в прорубь иногда. Спасибо большое. И что касается красоты, а теории, мне кажется, пора перейти в практике, потому что сейчас мы посмотрим еще один сюжет, где могут довольно-таки практические рекомендации прозвучать, и они наверняка пригодятся. Спасибо большое. Спасибо вам. Была очень рада вас видеть. Спасибо. Всем пока. И прямо сейчас смотрим сюжет вместе с нами. Быть или не быть красивой, здоровой, успешной, счастливой решать только вам. Ну, а подробности в нашем сюжете не переключайтесь. Сегодня индустрия красоты предлагает нам огромный спектр услуг. Это разнообразные процедуры по лицу и телу. Какие же все-таки самые надежные, эффективные и приятные? Так как скоро весна, и нужно подготовить свое тело к весенне-леднему сезону, индустрия красоты предлагает несколько методик коррекции фигуры. То есть это у нас идет массажные методики, аппаратные и инъекционные. Самая эффективная методика коррекции фигуры в данное время это высокочастотная кавитация. Это замечательная, неинвазивная, безболезненная, безопасная методика коррекции фигуры, которая даст максимальный результат, уберет все объемы, которые беспокоят, подтянет кожу, и девушки, женщины будут довольны и подготовлены к летнему сезону. Кавитация является процедурой, направленной на устранение локальных жировых отложений посредством энергии ультразвука. Для максимального эффекта следует проходить любую косметологическую процедуру курсами. Еще одна не менее уникальная аппаратная процедура для лица и тела и реп-лифтинг, во время которой на ткани оказывается воздействие электрическим током высокой частоты. В результате этого ткани глубоко прогреваются, что активирует процесс выработки нового коллагена. РФ-лифтинг – это подтяжка кожи, которая делается один раз в неделю курсом до 10 процедур. Результат от этой процедуры мы видим после трех сеансов, уже активно замечаем, как кожа подтянула, стала более упругой, эластичной и подтянутой. Работа над собой – это длительный путь, и лучше всего, конечно, обратиться к специалистам. Кто нам поможет в этом деле? Только опытный, дипломерный специалист может подобрать грамотный курс коррекции фигуры. Путь к стройности и красоте может быть приятным, и у нас есть несколько месяцев впереди, чтобы преобразиться до неузнаваемости. Ультраформер это суперсовременная процедура без операционной подтяжки лица. Она происходит за счет микросфокусированного ультразвука, который без разреза, без реабилитации позволяет нам сократить кожу, подтянуть овал лица, подсократить брыли, сократить морщины, поработать на качество кожи. Причем мы можем этим аппаратом работать не только по лицу, но и по телу. То есть, послеродовые животы мы можем брать, мы можем работать с жировыми отложениями. Конечно, это не альтернатива липосакции, но если есть какой-то избыток жировой ткани, который нам мешает, мы можем поработать. Мы можем им убрать второй подбородок, можем поработать с областью малярных мешков, то есть, вот это будет под глазами, она многих беспокоит, и не каждой методикой мы можем там сработать. Еще одна современная методика, она, в принципе, довольно-таки классическая, эта методика, она появилась еще 60 лет назад, но она не теряет своей популярности, своей актуальности, и лучше нее на данный момент для работы тоже, опять же, на сокращение кожного лоскута, для работы с рубцами, для работы со шрамами, для работы с шеей, в зоне щитовидной железы, то есть, вот ультраформером мы не можем работать в этой зоне, этой методикой можем. Мы можем поработать с растяжками, с, опять же, послеродовыми животами, это методика СО2-лазер, лазерная шлифовка. А вы помните историю про Золушку, и как за несколько секунд прекрасная фея изменила ее до неузнаваемости? К сожалению, в жизни все не так, и нам приходится обращаться к помощи специалистов. Сеть салонов красоты Анжелика, улица Чапаевская, 187 и Солнечная, 28, телефон 332-1600. Мы продлим вашу красоту, сохраним здоровье. Продолжаем смотреть программу «Ваше утро». Март набирает свои обороты. Конечно, главный праздник это 8 марта. А с чем еще ассоциируется у тебя вот... Давайте перепишем еще раз, а то я... Продолжаем смотреть программу «Ваше утро» и марта. С чем ассоциируется? Ну, 8 марта. А с чем еще вот этот месяц? Как у тебя ассоциируется? Ну, конечно же, это мартовские коты. Они же... У них кровь кипит. Они все ждут свою кошечку. Какие сразу ассоциации возникают? А если это кошечка, то другие ассоциации. Какая связь, казалось бы? А мы сейчас узнаем у нашего гостя, у нас в студии художник Зоя Древинг. Здравствуйте. Доброе утро. 1 марта состоялся Всемирный день кошек. И в связи с этим был творческий вечер, посвященный музыке и поэзии котам и кошкам. Как это вообще? Расскажи подробнее. Это замечательное мероприятие. Меня пригласил на него мой друг. Он ведет там кошачьи праздники и не только кошачьи, детские. Цель этого проекта привлечь внимание людей к бездомным животным и найти для кошек и котов хозяев и родной дом. Все кошки там и коты. Их примерно 40. Там для них устроено 3 этажа. Даже есть карцер. Сидят коты, кошки, 40 человек и тут звучат стихи музыка. Кто принимал участие? Это были творческие люди с какими-то произведениями? Или это волонтеры? Или просто люди? Пригласили выступать и музыкантов, и поэтов, и писателей. А гости были все желающие. Слушайте, если мы говорим о стихах кошечкам, давайте, я знаю, что у вас совершенно случайно карьер в пустах, да? Егор, вот как раз он попросил написать стихотворение специально для этого мероприятия. Кота кафе Чукотка никак не обойдется без стихотворения. И я вот накануне этого мероприятия написала шуточное. У меня тоже кошки и собаки, я их безумно люблю, стихотворение шуточное. Обои ободраны, Плинтуса съедены, На месте преступника мы не заметили, Равномерные дыры повсюду на шторах. Возможно, летучие мыши из Штолен, земля из горшка стелется по полу, и чья это морда цветочек слопала? У кого же хватило ума и отваги сразиться с рулоном туалетной бумаги? Разлита вода, перевернуты миски, и кто же так ловко ушел по-английски? Не может же кошка по имени Каша, она спит все время, любимица наша. Сейчас коты и кошки заполняли своими лапками. Смотрите, весна, буйство красок, целая палитра эмоций, чувств, впечатлений. Для художника, все-таки вернемся к профессиональной деятельности, это какое-то время особенное для творчества или что-то пробуждается другое? Вот да, помимо картин появляются стихи. Стихи для поэта появляются всегда в любое время для и ночи, как и для художника, картины. Для всех художников проявление, самое лучшее проявление в этот мир это написать картину. Кстати, говоря о картинах, вот на мой взгляд, в последнее время, вот если мы говорим о мире изобразительного искусства в Самаре, стало больше выставок. так ли это? И больше стало ходить, смотреть людей, стали интересоваться. Вот изнутри взгляд, так ли это? Да, действительно так. Но я думаю, это обусловлено тем, что больше людей стало писать картины. Очень много мастер-классов, люди тянутся к искусству, хотят проявиться, и потом картина написанная для дома, для друга, своими руками, так прекрасно, все хотят научиться. Чтобы написать картину, нужно талант, вдохновение, мастерство? Или просто желание? Чтобы написать картину, нужен хороший мастер, чтобы рядом с вами был, который объяснит, как это сделать, и любой вообще, любой человек умеет писать картины. Вы же в детстве всегда рисовали. Ну, у меня только каляки-маляки. На стенах. Ну, так, а это сейчас очень можно, каляки-маляки? Да, сделаем, Маш, выставку. Да, вот говорим, много выставок. Пора уже, то есть, каляки-маляки, да, и мы там... Каляки-маляки сейчас называется «Интуитивная живопись». Это очень модное направление. Водка. О каком направлении вы работаете, и близится ли ваша выставка, и на чем работать сейчас? Да, моя выставка планируется это весной персонально. В прошлом году я выставлялась в Москве, там 10 выставок прошло. Теперь картины переехали, наконец-то, в родной город. Я пишу во всех стилях, во всех направлениях, ну, пытаюсь донести до людей всю красоту этого мира. А скажите, пожалуйста, как бы ни звучал банально этот вопрос по поводу вдохновения. Вот, некоторые... Вот, я пошел на природу, меня вдохновило, да? Вас вот вдохновляет не только природа, вот, например, здесь, эта студия, эти прекрасные ведущие. Когда приходит ваше вдохновение к вам? Вдохновение, как говорят все гениальные художники, что оно приходит во время работы, и никогда иначе. Ты садишься, начинаешь писать. То есть, все-таки вы целенаправленно берете холд, садитесь, и ждете. Нет, ну, бывает так, что бежишь, сломя голову домой, с трясущимися руками, начинаешь писать. А бывает, садишься, и приходит. А смотри, как интересно, Зоя подхватила, когда я сказал о том, что вдохновляет вас студия, хороший ведущий, на что она ответила, ну, как говорят все, гениальные художники. В принципе, да. Друзья, давайте на этой оптимистичной ноте будем прощаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Вдохновение вам, творческой реализации. И, конечно же, выставок побольше. Ну, и, конечно же, выставок побольше. Благодарю вас. Ну, а мы, дорогие друзья, будем прощаться. Вы смотрели программу «Ваше утро», и вот это весеннее настроение, я надеюсь, что мы сумели вам передать и поделиться. Не забывайте о полезных советах, которые вы сегодня услышали. Всего вам хорошего.